здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте знакомьтесь эту девушку зовут девушку 21 плюс она выглядит замечательно зовут ее сара онейл она персональный тренер она спортсменка участвует в марафонах как помните у меня сандрочка с которой я работала в прошлом году американский доктор врач с американцами в том году я работала и была сандрочка так вот это ее приятельница которую мне она собственно говоря и посоветовала зовут ее сара онейл она тоже доктор диетолог и если какие вопросы у меня были вопросы по поводу суставов то я обращаюсь к ней она пишет замечательные статьи и много чего интересного но об этом мы еще поговорим пока я поставлю на ее замечательную тарелочку вот так чтобы у вас вид был приятный и скажу вам что когда вы спрашиваете меня по поводу болезни вы обратитесь к своему доктору если на что меня беспокоит что наши врачи не развиваются они не делают публикации научные работы они интересуются открытиями не подписываются на платные исследовательские каналы но они потому что не изучают иностранные языки но я посоветовала бы изучать французский немецкий и английский английский я бы настойчиво посоветовала изучать врачам для того чтобы состояться как врач они просто номинально получить диплом и номинально числится и доктором суставы суставы пишут мне все время суставы 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 дорогие мои суставами называются подвижные костные соединения в организме конечно они рано или поздно начинают реагировать если вы неправильно их кормили сейчас вы скажете как да у них свое питание вот так вот меня научила сарочка он и у них свое питание если вы их не кормили если вы ими не занимались если вы не делали им зарядочку значит вы с ними очень быстренько проститесь теперь для тех кто хочет знать о том какие болезни суставов потому что там такое количество болезней вот от просто коленка болит или просто какая-то шишечка на сгибе руки ноги локтя пальчика и так далее до вот такого состояния рук ног ну молодые скажут то нам это не грозит ой 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 не говорите гоп пока не припрыгните вы знаете что все что связано с болезнями суставов это например анкилоз это неподвижность сустава из-за чего из-за сращения сочленяющихся суставных поверхностей а причины анкилоза неподвижности сустава вот такое бывает это инфекция или воспалительный артрит или артроз или дегенерация длительная иммобилизация обездвиженности за гипса например и начинается анкилоз вот казалось бы гипс долго неподвижен был человек начинается болезнь анкилоз вот на примере анкилоза я вам сразу говорю что вот просто человеку одели гипс он был неподвижен из-за того что он был неподвижен у него более серьезное началось заболевание сустав анкилоз а дальше еще больше так это говорит о том что нужно двигаться друзья мои сколько бы вам не было лет как бы вы себя плохо не чувствовали не менее тысячи шагов но самое лучшее конечно четыре километра это в среднем вы думаете суставы вам вылечит намазов какой-то чудо мазью нет чудо мазь есть которую мы сами делаем но чудо мазь лишь обезболивает снимает небольшое воспаление как только проходит действие эфирных масел и так далее снова опять возвращаются боли вот как анкилоз лечить вот как лечить анкилоз да никак гимнастика массаж мануальная терапия физиотерапия все а медикаменты эти все противовоспалительные аппараты это препараты это все ерунда например выпишут вам аналгетик а что аналгетик может сделать но обезболивать и разрушать при этом сердце еще лучше когда выписывают гормоны но это вообще самое страшное это когда проводится операция тут может быть вообще ну знаете у нас сейчас после операции еще больше возникает проблем но и все равно это решать доктор и под но нам нужно быть мудрыми поэтому я обязательно перечислю болезни но а в каком-то из видео мы о них поговорим есть также артралгия вот такое название арт как бы артроз типа артралгия есть артрит есть артропатия это тоже сустав есть хондро кальцинос есть болезнь бехтерова есть болезнь стила есть инфект артрит вот артриты а есть инфект артрит вы не представляете сколько болезней связанных с суставами и с косточками когда вы пишете вот суставы нужно четко знать что у вас почему у вас болит и есть перри артрит но есть подагра о которой мы говорим иногда синдром фэлти подагра кстати самое распространенное заболевание суставов есть сина виоартрит или как его называют синовит есть синдром но я говорил уже про синдром фэлти есть спондило артрит есть артроз или остео артроз есть гемо артроз есть гидро артроз есть гон артроз есть кокс артроз есть ой остеохондроз кстати люди вот не знают какой у них артроз они все время у меня остеохондроз у меня сами себе ставят печать сами себе производят диагноз есть псевдо или не у артроз есть спондило артроз есть эпикодилоз есть дисплазия тазобедренного сустава есть бурсит есть системная склеродермия так вот друзья мои сколько это лишь такие вот классификации вот этих болезней суставов а я бы сказала болезней суставов нет есть состояние вот эти которые я вам перечислила как до которого вы вы довели свои суставы вот так и так как же не довести себя до этих болезней или поддержать уже больной сустав или вот все эти болезни вот которые сейчас я перечислила требует вот одного питания которым мы сейчас будем говорить иначе вы не сможете вот просто не сможете любой сустав нужно кормить вот сара онел она лучше чем кто-либо другой знает это тот доктор который и занимается и собой и своими больными и о питании знает все ну вот даже далеко ходить не надо возьмем 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 вот она перечисляет здесь мы сейчас это не будем говорить подробно тофу соевые бобы о которых я вам говорила бонни фиш что такое бонни фиш хрящевидные с хрящами такие рыб виды рыб это тунец это сэмон семга осетрина это лосось да это сардинка это также же и скумбрия друзья мои скумбрия тоже очень полезно и так что же она пишет здесь ну вот возьмем посмотрим вот сюда а пишет она почему именно эти рыбки вот именно сардинка да лосось почему а потому что day also provide a boost of омега-3s for brain and heart health and we'll help you with your vitamin d intake which is necessary for us to observe calcium что это значит это значит они вот эти виды рыб вот такие хрящевидные и кушать их надо с хрящиками они обеспечивают проникновение омега жиров насыщение омега жирами для ну чего нужны для нашего мозга омега-3 и для нашего сердца для того чтобы мозг и сердце были здоровы и эти виды рыб помогут вам получить витамин d который необходим для того чтобы усваивался кальцием потому что кальций без витамина d не усваивается замечательно и так про рыбку мы знаем теперь мы посмотрим что еще интересного она нам предлагает она нам предлагает окра а вы скажите что такое окра что это за ценное питание а если вы были внимательны то я в одном из своих видео показывала как я выращиваю бамию или окру вот оно это растение оно известно под видите похоже на маленький зелененький перец на острый перчик я его выращивала растет изумительно и очень просто в выращивании известно под разными именами окра бамия гомба дамские пальчики бинди в общем чаще всего говорят окра и бамия богатый состав ее плодов но они я уже рассказывала об бамии может быть еще когда-то вернемся давайте дальше дальше посмотрим что же нам сара предлагает мы уже поняли за рыбку да мы уже поняли за бамию но не всегда она у нас есть вот для здоровья суставов и именно профилактики артроза рекомендуется обогатить кисломолочными продуктами свой рацион она пишет это что может быть это может быть козий творог это может быть козий кефирчик или козье молоко натуральный сыр лучше делать самим кефир тоже делать самим я настаиваю у меня много видео на эту тему почему нельзя покупать магазин и кефир смотрите и узнаете где написано шок что вызывает какие продукты вызывают опасность вот всегда смотрите такие видео всегда вот такая пища кисломолочные творожные продукты молоко вот такая пища нам богата кальцием который способствует укреплению костной ткани но нужно при этом использовать витамин d вы поняли очень полезны является печень и рыбы печень трески желтки а еще они тоже богаты витамином d вот и вот эти вот продукты они будут сохранять кальций в костях вегетарианцам сочувствую очень сочувствую но для того чтобы поддержать суставы я вам скажу вам поможет употребление зелени орехов изюма чернослива меда и отрубей но это не заменит конечно же рыбку и не заменит козье молоко и творожок это нет дальше что еще мука полисахариды вы скажете а что такое мука полисахариды а мука полисахариды это про те продукты вот они вот они эти продукты это продукты которые помогают поддерживать нормальный уровень гиалурон гиалуроновой кислоты в организме коллаген наш коллаген будет в порядке то есть иными словами мы не будем стареть такая пища нужна для оздоровления костной ткани и связок и продукты которые относятся к этой категории это телячьи хрящей бульоны из них хорошие такие холодец желе ну и по правом море продукты мы уже говорили заливную рыбку тоже делаете но только из правильных видов рыбы только морской рыбные головы морской рыбы я имею ввиду которые используются для ухи кстати очень хорошо замечательно куриные лапки но про них у нас будет отдельная тема для достижения еще большего положительного воздействия на суставы вот это диетическое питание можно совмещать с приемом каких-нибудь народных средств но под наблюдением доктора ну всегда знаете что для суставов всегда необходимы витаминные комплексы скажем так спортивное питание и все проращиваем основные витамины для суставов это запишите витамин d витамин f кстати витамин d где витамин d опять-таки кисломолочные продукты кефир творог молоко домашний качественный твердый сыр домашний но при этом нужно употреблять омега-3 чтобы усвоилась витамин d который будет как бы транспортировать кальций в кости и в связке второй это витамин f запишите витамин f буква f в достаточно больших количествах он присутствует в рыбе опять-таки в какой а вот в такой лосось скумбрия сардинка вот в такой тунец третье это витамины группы b c и е а ими богаты свежие овощи и фрукты друзья мои при этом очень полезно делать овощные салаты именно вот как я с лимонным соком соевым соусом и медом и маслом оливковым и вот этим вот всем ну так чуть посолили поперчили и этим всем заливать вот это самое лучшее самое полезное для суставов заливкой для салатов ну а теперь моё то что я люблю кстати с помощью народного лечения можно купировать боль боль но как я уже вам говорила просто купировать а не убрать болезнь нужно все делать в комплексе главное это питание и физические нагрузки в смысле физкультура массаж и вот лучшими средствами для восстановления тканей и хрящей считается это взять в разных в равных количествах листочки березы кору и вы ну то после того как вы организовали правильное питание цвет бузины вот это вот вот это вот ваши основные чаи должны быть не вот этот китайский чай который ничего вам не даст кроме то чем его обрабатывают а именно листья березы не ленитесь собирайте кору и вы и цвет бузины и залить ложку смеси одним стаканом кипятка и настоять использовать для компрессов также листья березки завариваем и пьем как чай можно добавлять немножечко несколько ягодок бузины второе залить стакан риса водой и оставить на ночь после промыть его и принимать порциями по 3 стакана перед едой вы скажете как сырой его растолочь нужно вот и все третье понемножечку это же по 3 стакана перед едой дальше измельчить плоды каштана и залить спиртом проварить и использовать в качестве мази для суставов ведь вы часто наверно видели в аптеке написано каштановая мазь на самом деле может быть это совсем и не каштановая а когда вы измельчили плоды каштана залили спиртом добавили туда несколько капель камфорного масла все но вам четко надо знать что у вас и всегда всегда советоваться с доктором ну а следующая мазь вообще уникальна мне она нравится больше всего нужно взять смешать 2 ложки камфоры 2 ложки сливочное масло тоже 2 ложки березовые почки 2 ложки и две-три капли эфирного масла мяты настоять в течение суток и смазывать средством больные места не забудьте ту баночку в которой вы это сделали закрыть плотно не оставлять открыто потому что эфирные масла а эфирные масла очень быстро выветриваются если у вас вообще ну нет возможности на такое питание которое перечислила но тогда хотя бы используйте в своем рационе желатин залить нужно 7 грамм желатина пол-литра воды настоять в течение ночи и утром процедить и получившуюся желейную массу принимать натощак если уже такая беда прям вот ну совсем вы не можете ничего себе такого позволить жареная полностью исключите картофель беда жареная это и картофель это такая беда для суставов картофель свинина и жареная пища это катастрофа для здоровья и не забудьте кальцием 45 это значит обогащенную кальцием пищу и не забудьте обязательно принимать витамин д а я люблю вас будьте благословенны вы и ваши близкие всегда помните об этом правильном питании обязательно обязательно ходите или бегайте 4 километра занимайтесь с зарядкой в парках и вы посмотрите как вы быстро восстановитесь не забывайте о козьем молоке я люблю вас будьте благословенны и не относитесь пренебрежительно к куриным лапкам куриные лапки это еще то питание пока пока люблю вас смотрите ближайших видео будет у меня и про куриные лапки будьте здоровы